Девушки отдыхают Ну ты бы сразу сказал, ученый, что там внутри обсидиан Тогда я бы что-то другое придумал Обсидиан же просто так не взрывается Ну на самом деле какая разница Вторую вот эту машину времени мы твою просрали Вот это первый прототип машины времени мы сожгли И на этом мелкие наши приключения во времени наконец-то заканчиваются Вся эта история с путешествием во времени закончилась И я надеюсь, что мы с тобой, доктор, больше никогда в жизни больше не увидимся Хорошо? Вам тоже спасибо за то, что спасли мне жизнь И я тебя попрошу, пожалуйста, больше никогда в жизни не создавай вот свои машины времени Пускай это будет первая и последняя твоя разработка, хорошо? А то мы с мелким очень сильно напортачили во всей вселенной И чуть реально апокалипсис какой-то не начали Поэтому все, давай, ученые И мы пойдем тебе тоже вот хорошего нового года заранее И я тебе говорю, отдохни, хватит со своими вот этими экспериментами Да, давно нужно было это сделать Мой эксперимент с перемещением во времени вышел из-под контроля Но я не расстраиваюсь Начну какой-нибудь новый эксперимент Вот и правильно, вот и правильно Только давай уже после нового года Сейчас Новый год нормально, встреть там с семьей, если у тебя есть семья А уже эксперименты в 2021, хорошо? Я создам машину по клонированию А потом создам свою личную армию клонов А почему бы и нет? СТОООЙ! Давай без армии клонов! Мы с машиной времени-то еле как разобрались А если у тебя армия клонов будет, то это очень плохо закончится А, ну да Что-то я погорячился Начну-ка я атомную бомбу собирать Давно хотел это сделать какой атомную бомбу ладно пускай он сначала ее соберет а потом уже будем за ним проблемы вот это разгребать атомную бомбу но в любом случае годик он ее собирать будет да поэтому годик мы еще с мелким нормально спокойно сможем пожить а сейчас мелкий нам с тобой надо что-то придумать на улице то уже 22 декабря получается а в португалии рождество вообще 25 декабря мелкий вот через пару деньков к родителям может там съезжу под потусю у них несколько дней а нам с тобой надо придумать чем мы будем заниматься с тобой вообще в новогоднюю ночь я в душе не чаю с этим проклятым годом даже новый год встречать то никак не хочется вот у бомжары может спросим если бомжара конечно к нам присоединиться в новогоднюю ночь а бомжара бомжар я сейчас спрашиваю ты это новый год с нами будешь отмечать и с еленой после того как ее из больнички выпишут а как леночка себя чувствует уже это родила кого родила мелкий у него походу вот этот по после родовой стресс он отцом походу уже стал и сейчас не понимает как ему жить дальше эту жизнь до бомжара вот и врач который нам сейчас как раз таки все и скажет как там леночка врач папаша я вас поздравляю у вас сын ууууууоуууууууууууууууууууууууууууу distill бомжара о-о-о-о-а-о-о-о-о-о-а родила все же да оле новичка нормально получается ну все вот это зови потом но вот это как как там чё с детьми делает ну короче зови просто зови отметим с тобой на вот это рождение сына а леночка то там как хорошо себя чувствует а еще у вас дочь папаша поздравляю в смысле дочь в смысле сын у него че двойняшки что ли бонжоро да я тебя вдвойне поздравляю ты двухдетный отец сразу получается нифига себе а Леночка то как хорошо себя чувствует а еще у вас еще один сын поздравляю вас папаша у вас тройняшки ну вот это уже был перебор вот на двойняшках можно было закончить бомжара бомжар ты конечно очень хорошо постарался с Леночкой если трех детей за один раз вот это вот все самое одного ребенка вернуть нельзя там обратно засунуть нету ну просто я думаю а как он справится он мэр а если ему сейчас трех детей воспитывать надо это с ума сойти ладно пускай пока лежит Леночка то там как вы мне скажите пожалуйста хорошо себя чувствует да с Еленой все замечательно но она очень устала ей нужно отдыхать да да это конечно же конечно же да тогда мы ее беспокоить не будем все мелкий тогда пойдем через недельку где-то заглянем вот это проведаем Леночку да и бомжару внутрь затащите бомжара почки простудишь если на земле столько валяться будешь на снегу все все добирайте его пошли мелкий тогда домой не ну бомжара молодец так постараться чтобы трех детей за один раз родить это прям очень хорошим отцом надо быть Степка Генка Ритка и Рикардо и все остальные наши друзья не же живы после того как мы ну вот это прошлое изменили и будущее изменили и все изменили мы короче мелкий с тобой соберем всех в одном доме нарядим этот дом праздничный ужин устроим и такую новогоднюю ночь запердохаем обзавидуетесь просто вот все едать наколотить бешеные будем короче сидеть просто до утра истории какие-то рассказывать расскажем может Генке как мы и Степке как мы в прошлое путешествовали с помощью машины времени если они конечно нам поверят а вы че это черти малолетние вы че здесь устроили то перед моим домом а? я тебе сейчас этот снежок возьму вот это в пазуху засу господи так все не вы конечно молодцы да вот вместо того чтобы дома сидеть где-то в фортнайт играть на улице бегаете в снежки играетесь но давайте не возле моего окна если я услышу то что вы орете мне в окно я всех запердохую вас пошли мелкий домой опа ай вот это выкнем чертовые бабушки неужели там мелкий в нашем городе наконец-то все будет спокойно не будет никаких маньяков не будет никаких вот этих концов света зомби апокалипсисов вирусов всяких из-за которых весь мир закрывается почти на весь год детишки вот во дворе играют счастье вот это я понимаю счастье в принципе это мелкий тоже можешь пойти с ними немножко поиграть там две минутки после этого спать уже как бы ночь на улице вот вы там играетесь с пятером вот в себя снежки бросайте меня никакие снежки бросать не надо все мелкий домой давай с плохой компании связался непослушные так вот это а что стул то здесь вот это делает мы же уже давным-давно здесь все отметили убрать чертовые бабушки надо мелкий кровать кровать давай быстро все надо дрыхнуть уже уже середина ночи мы с тобой все дела закончили можно пойти отдохнуть немного давай мелкий спокойной тебе ночи а вы в курсе что ночью спать надо а не людям в окна снежки бросать я вас всех переловлю сейчас к родителям отведу домой 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 все побежали давайте ты тоже спать мелкий неужели то я за последние серии 30 жизней ютубера нормально вздремнуть смогу все спокойной ночи ты че на кровать-то мою развалился че там одному страшно спать что ли или че ну тогда спокойной ночи мелкий чур во сне не пукать хорошо ты лежи мелкий лежи не вставай я сейчас сам проверю кто там опять на улице орет после того как я его предупредил чтобы ночью не мешал мне дрыхнуть а кто орет мелкий подъем давай вставай поспит в следующей жизни там 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 этот хрыщ бородатый который желание исполняет так мелкий дверь за собой закрывай давай и потопали он полетел куда ты опять через окно прыгнул а дверь кто за собой будет закрывать мы не в лифте живем чтобы двери за собой вот это за нами закрывали и сами так ладно короче иди сюда за мной он полетел куда-то вот в эту сторону я видел куда-то вот сюда а вот походу и он так мелкий а нам то его спугнуть не надо хоть новый год то через неделю получается но вот этот хрыщ усатый дед мороз уже походу сейчас подарки нам принес ну не нам а всем остальным мы же с тобой то вообще нифига нехорошо вот это вели в этом году хотя мы же планету всю спасли но если он нам подарки не даст мы сами у него его подарки своруем иди сюда за мной а он походу подарки принес как я понимаю Олечке она же в этом доме живет получается так иди сюда за мной только тихо главное его не спугнуть потому что у меня к деду морозу есть один важный разговор я хочу чтобы он для меня исполнил одно важное для меня желание так мелкий тихо это он настоящий настоящий дед мороз дед мороз евпати в нос ты подарки нам принес у меня важный разговор к тебе есть куда мяки не дай ему из этой комнаты выйти не дай ему из этой комнаты выйти так лови его где-то здесь был он вот это он невидимость куда-то вошел ты смотри ты смотри чтобы дверь не открыл чтобы он отсюда не вешал и чтобы он обратно в камень туда не залетел да вы вставайте и вот это деда мороза ищите ура умир mettre не те деда мороза таракады носите кто-то улечка твой бой это всегда такой ненормальный Да, берем и сваливаем. Оленька, папе своему привет передавай. Иди сюда. Сюда, давай, выходи, 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 выходи. Так, мелкий. Деда Мороза мы, походу, просрали. Да, давай на улицу, быстро. Стой, может, он еще не удрал, и мы сможем его застать. Да, мелкий. Мы наш с тобой единственный шанс упустили, чтобы исправить всю мою проблему, которая в жизни присутствует. Так, ладно, иди сюда за мной. Кстати, подожди, мелкий. А ты желание у Деда Мороза загадывал? Ты письмо ему писал? Значит, напишешь прямо сейчас. К нам домой, ручку в зубы, бумажку в руки и пиши желание свое. Только нормальное желание, а не там, не знаю, новую игру на своем Nintendo, в которой ты каждый день играешь. И мы сейчас с тобой, мелкий, кое-что... Провернем. Кровать на первый этаж. Ты желание свое пиши. Я сейчас притащу сюда то, что давно подготовил у себя здесь, в этом шкафу. Так, ловушечка, веревочка, изолента, чтобы на всякий случай там, если понадобится, рот заклеить. И еще парочку нужных мне припасов. Мелкий желание там пиши. Давай, быстро, молодец, молодец. Давай, пиши. А я возле нашей елочки установлю здесь кое-что, что, возможно, поможет нам словить самого Деда Мороза. Вот сюда и зарядить вот это веревкой. А вот уже сюда куда-то можно поставить вот этот ковер, чтобы было более незаметно. Как-то вот так. Написал? Давай, давай, возле елочки ставь. Только в ловушку случайно сам не попади. Давай, на елочку, на елочку. Ага, вот туда письмо повесил. Молодец. Надеюсь, что там не какая-то фигня, и ты реально нормальное желание загадал. И Дед Мороз к нам 100% должен прийти. Он же желание вот этих детей исполняет. А какая разница? Мое желание он тоже должен исполнить. Вот сюда кровать поставлю, на кровать засандаливайся, ложись и, Мелкий, мы с тобой будем спать. Ну или притворяться, то что мы с Мелким спим. Вот тут, 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 вот ближе, ближе. Хрыщ, усатый новогодний, ты чё думал, что ты от нас убежать просто так сможешь, а? Вы что делаете, засранцы? Мелкий, рот ему закли, чтобы он поменьше разговаривал, давай быстренько. Ага, а сейчас чё скажешь? Мелкий, рот ему закли, чтобы он поменял, давай быстренько. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...